Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, первый вопрос. Почему такие скромные запросы? Почему только 4 миллиона тенге всего? У нас же целых 40 здесь. Вот 4 миллиона это такие, наверное, начало наших, для исполнения наших маленьких мечет. Зачем 4, когда можно выиграть все 40 миллионов тенге? Будем стараться. Давайте попробуем. К тому же это уже ваши деньги, вы можете к ним подойти, познакомиться с ним. Прямо не стесняйтесь, подходите, 40 миллионов тенге, пощупайте их, потрогайте. Так, это я видел, мы тут все это видим. Проверили? Да, в корее. Настоящие деньги? Настоящие. Сначала я вам скажу о правилах нашей игры. Перед вами 4 люка. Мы будем вам задавать вопросы. Вы должны будете распределить все деньги по люкам таким образом, чтобы один всегда оставался свободным. Если вы сделаете неправильную ставку, точнее положите деньги на люк с неправильным ответом, то случится следующее. И 41-я пачка, 41 миллион тенге падает к нашим инкассаторам. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь, о чем? В данный момент я сейчас домохозяйка. У меня маленький ребенок, у нас маленький ребенок, вот нашей дочке Аланочке 5 месяцев. Сейчас я сижу с ней дома. Вот, ну, помимо этого у меня еще есть маленькое дело, такой маленький бизнес, я вот... Маленький семейный бизнес. Да, маленький семейный бизнес, которым я там такой предприниматель частный. Предлагаю очень крупным компаниям. Компаниям и услуги сотовой связи, вот. Ага, понятно. А маленькой Аланочке что подарите на этот выигрыш? Ой, у нас очень много сейчас всяких... Нам нужно стульчик купить и кроватку побольше, вот, поэтому... Нам скоро полгода. Да, нам скоро полгода, поэтому вот коляску обновим еще, на лето возьмем. Так, так много. На кого похожа ваша дочка? Вот, знаете, она у нас такая вот, все взяла от всех, и от бабушек, и от дедушек, и от родителей, вот, поэтому она у нас такая, как скажут? Универсальная. Да, универсальная, на всех похожа, никого не обидела. Молодец. Маленькая Аланочка. Ади, а чем вы занимаетесь? Я руковожу компанией, занимаемся предоставлением услуг в телекоммуникациях. Так, ага, то есть вы здесь как-то что-то связанное, я так понимаю, да? Да, да, да. Маленький семейный бизнес все-таки. Маленький семейный бизнес. Маленький и моя работа, все это, все связано. Отлично. Я надеюсь, что после нашей игры, ваш маленький семейный бизнес, вольются большие-большие средства в размере 40 миллионов тенге. Уважаемые телезрители, хотите сыграть вместе с нами? Прямо сейчас вы можете начать смс-угру в шоу 40 миллионов тенге. Для этого отправьте смс с текстом «Старт» на номер 8030, зарегистрируйтесь и участвуйте в викторине параллельно с участниками нашей студии. Ждаю удачи. Если вы готовы, мы готовы, мы начинаем шоу 40 миллионов тенге. Впереди у нас первый вопрос и две категории на выбор. О еде. Название. Так, ну о еде, наверное, ты сможешь взять, а по названиям? Ну странно, может быть это название о еде? Может быть. Или название еды. Что возьмем? А еде можем попасть? Давай, а еде. А если мы попадем? Ну давай. Давай название возьмем. Ну давай название. Давайте название. Итак, категория названия. А теперь внимание, четыре варианта ответа. Зерновое искусство. Зерновой космос. Зерновая культура. Зерновая цивилизация. Речь пойдет о зерне, скорее всего. Итак, вопрос. Как агроном по-научному назовет рожь? Зерновая культура. Давай пойдем от обратного. Это точно не цивилизация. И не космос. И не космос. Время пошло. Ставь на культуру. Так. Все? Да. Может, ты поможешь мне? Это лабанг, да? Это лабанг. Если проиграть, то сразу все. Получим еще выиграть. Сколько времени еще осталось? Еще тридцать, тридцать пять лет. Зерновая культура по-научному. Культура? Культура. Не страшно. Вы уверены? Да. Мы уверены. Я могу остановить время? Да, остановлюсь. Итак, мы оставляем таймер. Какое у нас интересное начало игры. С виду такая скромная пара Асем и Адиль. Решили рискнуть и пойти ва-банг. Все 40 миллионов тенге они ставят на вариант ответа зерновая культура. Откуда такая уверенность Асем? Ну, как сказал мой муж, это мы идем от обратного. То есть отрицаем сразу то, что не может быть естественным. Это космос, цивилизация и искусство. Поэтому остается культура. То есть вы выберете тактику идти от обратного? Ну, в данном случае, да. В данном случае, да. Ну что ж, давайте проверим, насколько в данном случае эта тактика окажется правильной. Вроде бы уверен, но все равно волнуешься. Ну так, 40 миллионов. Нормально. Это правильный ответ. Заберите ваши деньги. 40 миллионов тенге. Раскладывайте их. Какие большие деньги. Стройте из них домики, коляски, стульчики. Давай вот сюда еще, чтобы было. Еще библиотеку. Библиотеку. Библиотеку самое важное. Да. Кстати, о вашей мечте. Я знаю, что вы мечтаете построить дом, в котором будет красивый сад. Это так? Да, конечно. Это наша такая вот большая мечта. Мы, конечно, планируем выстроить там и сделать красивый сад. Вот. И, конечно, это будет, наверное... Изюминкой этого дома это будет библиотека. 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 Да. Это моя слабость. Вы любите читать? Я люблю читать. Я люблю хорошие книги. Люблю старинные книги. Так. Какие, например? Какие есть книги в вашей коллекции? Пока что их нет. Все, что есть, это из интернета. Но я собираюсь их потихоньку собирать. Но это не дорогое удовольствие старинное? С такими деньгами нет. Ну, вы сказали, что только 4 миллиона тенге хотите выиграть. Это было в начале программы. В начале игры. То есть теперь вы увидели настоящие деньги. И ваше желание выиграть сколько? 40 миллионов в тенге. Только нам остается вас поддержать ваше начинание. А у вас впереди 7 вопросов. И все ваши 40 миллионов в тенге. Итак, второй вопрос. И мы вновь выбираем категорию. Евровидение. Флаг. Флаг. С Евровидением мы можем тоже пропасть. Флаг, флаг, флаг. Потому что сложно. Флаг. Мы выбираем флаг. Итак, категория выбрана. И это флаг. И 4 варианта ответа. Голубой и желтый. Красный и синий. Зеленый и желтый. Мамочка. Черный и зеленый. Какой ты первый? Голубой и желтый. И вопрос. Какие цвета присутствуют на флаге Казахстана? Голубой, желтый, красный, синий, зеленый, желтый, желтый, зеленый. А давай пойдем от обратного. Черного у нас там нет. Время пошло. Время пошло. Зеленого тоже. Желтый имеется. Красного. Красного и синий у нас нету. Голубой и желтый. Да, голубой и желтый. Поехали. Это наши национальные цвета. Поэтому мы их, конечно, знаем. И ставим мы... Давай, я тебе буду думать. Все опять ва-банк? Да, да, ва-банк. Точно? Точно. Точно. Ставим все. Ту-ту-ту-ту-ту. Я не переживаю. Знаете почему? Почему? У меня все, что у меня в жизни исполняется, мне потом все возмещает муж. Ага, что у меня. Поэтому я ему доверяюсь. Скорее, скорее, скорее. Давай ровненько положим. Деньги любят. Время вышло. Ровненько, красивенько. Да, деньги любят. Чего ты порядок? Разложили эти деньги, Асим и Адиль. Снова пошли от обратного. В этом сложнейшем вопросе. Ну, давайте узнаем. Правильный ответ. Почему-то хотя все равно знаешь, вроде бы ответ, да, но все равно волнение не опускает. И это правильный ответ. Заберите снова ваши деньги в 40 миллионах в деньге. Как они вот так этот... меня аж дрожь берет, как они вот так открываются. Уже в голове вырисовывается какой-то такой примерный план, проект дома, я так понимаю. Кстати, проект дома, я уже, да, я немножко увлекаюсь дизайном, вот как мы стали более-менее реализовывать свои маленькие мечты, мы стали уже заниматься, чтобы вот как-то все было, наверное, правильно, да, и вот, да, я стала увлекаться вот этим дизайном. Поэтому, да, мы уже потихоньку план рисуем, что-то уже где-то, мебель, интерьер, стиль. Проект уже есть. Да, проект уже готовим. Ну, чтобы мечты свершались, их надо подпитывать, поэтому, конечно, вот и мы стараемся. Подпитка в 40 миллионов в деньге, я так понимаю. Хорошая подпитка. Хорошая подпитка, да. Почему нет? Ну что ж, у вас впереди 6 вопросов и все 40 миллионов в деньге в игре. Блестящий результат. Спасибо большое. Ну, а впереди у нас вопрос номер 3 и выбор категории. Персонажи, слова. Персонажи могут быть из фильмов, это будет сложно, а слова... А слова это еще сложнее. Слова еще сложнее. Причем это все так вот емкое такое понятие, тема огромная просто. Давай тогда персонажи. Персонажи. Мы выбираем персонажа. Мы, да, мы согласны. Итак, категория персонажа. И вновь 4 варианта ответа. Абаш. Анидак. Гурт. Нушрок. Королевство кривых зеркал. Королевство кривых зеркал. Сейчас посмотрим. Сейчас мы узнаем. И вопрос. Кто в сказке Виталия Губарева, королевство кривых зеркал, был хозяином всех зеркальных мастерских? Абаш, Анидак, Гурт или Нушрок. Как считаешь? Давай пойдем от противного. Абаш это жаба. Время пошло. Жаба. Гадина. Гадина, друг. Друг и? И Коршун. Коршун. Коршун? Коршун это вот, который летал. Ну, значит друг. А я не знаю. Давай. Если вы не уверены в отбитке, я вам рекомендую распределить деньги по люкам. Распределяем. Жаба. Жаба точно не была. Жаба, гадина, но друг. Друг. Ты уверен, что друг? Не совсем. Я тоже не уверена. Если вы не уверены, я вам рекомендую распределить деньги по люкам. По люкам. Так, подожди. Давай туда. Гадина и жаба. Жаба. 10 секунд осталось. Полосок туда, я ничего не помню. Друг. 5 секунд. То есть? Нет. Это не верно. Время вышло. Вы на гадину ничем не поставили. Ну, гадина такое слово. Гадина, да. Хотя может быть и гадина. Не может быть хозяином. Гадина может быть хозяином. А я хозяин, да. Всегда гадина. Давно читали «Корресы крывых зеркал»? В детстве. А фильм смотрели тоже давно? В детстве. Все в детстве. Вот сейчас очень мало, что показывают по телевизору вот это вот наше из детства. Сейчас все больше зарубежное, американское, эти вампиры, затмения, это все такое-то такое. Давайте посмотрим. 3 миллиона тенге на варианте «Абаш». 8 миллионов тенге на варианте «Нушрок». Соответственно, 29 миллионов тенге на варианте «Гурт». Почему именно «Гурт»? Он выпадает из всей массы. То есть жаба, гадина и коршун, они как-то все злые. А друг, ну... Он добрый. Он, да, добрый. Поэтому здесь... Вы думаете, что добрый персонаж был хозяином всех зеркальных мастерских? Как сложно. Я не помню. Была бы дочка постарше немножко, да, вы бы ей эту сказку перечитали наверняка. С удовольствием. И были бы уверены в этом вопросе. Очень, очень люблю это произведение, но не помню. Вот. Сейчас все это провалится. Давайте проверим, что провалится, а что нет. Сейчас как все провалится. Это ты туда 8 положил. Да. Да, 11. 29. И там 29. Мамочка, елки-моталки. Уже 40 не получается. Уже никак. Зря получила. Это не Абаш. Вы теряете 3 миллиона деньги. Ну, я и говорю, жаба, она такая мелкая. Да, была. Поэтому на нее поставили только 3 миллиона сеньги. Получается, гурт был крупный. Раз вы отдали ему столько много денег. Здесь, знаете, очень, очень часто бывает такое, что за другом скрывается на самом деле этот. Поэтому сейчас, возможно, что сейчас в жизни тоже есть такое королевство кривых зеркал. Ох, сейчас вот это провалится. Или вот это вот, я прям памятна. Это не друг. Вы только что потеряли 29 миллионов сеньги. Ты умница. Ты умница. Почему умница? Потому что он вот в самый последний момент все перекинул сюда. Ой, кажется, я так не переживала уже. Уже со дня свадьбы. Вам придется планировать чуть-чуть еще немножко, потому что прямо сейчас в нашем канале реклама. В эфире шоу «40 миллионов сеньги». Генеральный спонсор программы «Казкоммерсбанк». Вам срочно нужны деньги? В «Казкоме» вы можете получить экспресс-кредиты до 2 миллионов сеньги. Экспресс-кредиты – быстрые деньги от «Казкома». А у меня в студии замечательная пара А7 и А1, которые отвечают на вопрос, кто в сказке Виталия Губрева «Королевство кривых зеркал» был хозяином всех зеркальных мастерских. Они уже потеряли 32 миллиона сеньги. Последние 8 миллионов сеньги лежат на варианте «Нушрок». Такой вопрос. Надо взять тебя в руку. Я вас поздравляю. Заберите ваши деньги. 8 миллионов сеньги. А сейчас я обращаюсь к вам, телезрители. Хотите играть вместе с нами? Присоединяйтесь к смс-игре «Шоу 40 миллионов сеньги». Для этого зарегистрируйтесь, отправив смс-сообщение с текстом «Старт» на номер 8030. И примите участие в викторине параллельно с нашими участниками в студии. Итак, перед вами 8 миллионов сеньги – это вдвое больше той суммы, на которую вы рассчитывали. На что потратите? То есть у вас будет два дома или садик в два раза больше? Я думаю, мы в любом случае, вот мы идем к тому, что мечты надо все-таки подпитывать. И мы положим эти деньги, может быть, на депозиты, будем докладывать там туда. Но чтобы именно это на реализацию наших желаний, наших заветных желаний. Но, может быть, стоило настроиться на более большую сумму денег? То есть вы поставили себе 4 миллиона сеньги, и вот вы уже потирали только что огромную сумму в 32 миллиона сеньги, может быть. Ну, это те деньги, которые мы можем, как сказать, освоить до конца года. То есть вы прям себе бюджет рассчитали до конца года, освоить? Да. Отлично. Освоить. Адиль, у вас очень мудрая жена. Спасибо. Вы себя чувствуете счастливым человеком? Я очень счастливый человек. Она подарила мне такую замечательную дочку. Я просто счастлив. Давайте поаплодируем этому признанию любви только что. Адиль, он мудрый мужчина? В нем все есть. Вот, знаете, я человек очень требовательный к жизни, к себе и к другим людям. Но мне в жизни повезло. Я встретила человека, на самом деле, которым есть все. Вот все, что мне нужно от мужчины, каким он нужен, это все есть в моем муже. Продолжай. Вот так выглядит идеальная пара, которая живет в любви и в гармонии. Спасибо. Продолжим игру. У вас впереди 5 вопросов и 8 миллионов сеньги. Неплохой результат. Следующий вопрос, и вновь выбираем категорию. Где растет костюмы? Костюмы это что? Это может быть и концертные костюмы, это может быть и... Может быть кто-то в каком костюме вышел. Кино костюмы, это может быть и... То же самое, где растет? Где растет, я... Везде может растеть. Может растеть везде. И смотря что. Те же самые костюмы. География близко. Где растет. Берем. Где растет. Да. Так, муж сказал, жена согласилась. Категория, где растет. Где растет. Четыре варианта ответа. На грядке. На дереве. На кусте. На лиане. Вот и вопрос. Как растет фрукт киви? Давай пойдем от обратно. Не на грядке. Не на грядке точно. И не на... Лиане. Лиане. Время пошло. На кусте, либо на дереве. Да. Идем пополам. Пополам. Пока распилим пополам, а сейчас будем думать. Я рекомендую распределить деньги по трем люкам. На лиане точно ничего не растет. На грядке они тоже не растут. Их собирают. Осталось 30 секунд. Один люк должен оставаться свободным. На лиане они не растут. На лиане вообще ничего не растут. На грядке они точно не растут. Пять секунд. Четыре. Три. Две. Оградок. Три. На грядке. Нет. Я вообще это поставила на лиан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так. Три миллиона тенге на варианте на дереве. Четыре миллиона тенге на варианте на кусте. И только один миллион тенге на варианте на лиане. Мы сейчас все проиграем. Причем в последней доле секунды вы передвинули один миллион тенге на варианте на грядке на лиану. И сделала это А7. И сделала неправильно. Вообще киви любите? Так. Его в основном для украшения больше использую. Тортиков. Вы печете, да? Да. Люблю печь. Ну что же, давайте узнаем, стоило ли киви просто украшать ваши торты, или стоило все-таки поинтересоваться, где они растут. Этот вопрос я вообще не знаю. Будешь читать сказку «Кривые зеркала» и смотреть, где растет киви? Не на кусте. Вы теряете четыре миллиона тенге. Те самые, на которые вы рассчитывали. Теперь вы можете выиграть либо один миллион, либо три, либо ничего. На лианах прыгают обезьяны. Они едят бананы. Если бы на лианах росли бы киви, они бы кушали бы тоже киви. Говори громче. На дереве. Они срывают бананы. Спали. Да. Катаются они на лианах. С бананом в руке. Если бы киви росли бы на лианах, тогда бы они были... Киви. И не на дереве растут киви. Три миллиона тенге падают стремительно по нашему деньгопроводу в руки к нашим инкассаторам. Все или ничего? Один миллион или ноль? В последний момент Асем передвинула один миллион тенге с варианта на грядке на вариант на лиане. Правильно ли ей подсказал ее внутренний голос? Не на лиане точно? Если это растет на грядке, я это обязательно выращу сама. И будет он мне напоминать все время. О моем поражении. Поздравляю. Один миллион тенге все еще в игре. Заберите ваши деньги. Это оккультуренная китайская лиана. Меху Тао. Будем знать. Первый будет об этом знать. Куплю тогда киви, раз не выращу на грядке. Буквально в последний момент Асем переложила этот один миллион тенге на вариант на лиане и спасла вашу игру. Итак, четыре вопроса впереди. Один миллион тенге. И смена правил. Вас ожидает пятый вопрос. А это означает, что у вариантов ответа будет только три. Соответственно, деньги вы сможете распределить только по двум люкам. А сайф один свободный. Ну, в вашем конкретном случае вы сможете положить деньги только на один люк. Потому что вам делить, увы, уже нечего. Вы готовы? Да. Готовы. Выбираем категорию. Мария. Мультфильм. В принципе, и то, и другое интересно. Давай возьмем мультфильм. Да, будем узнавать. Для дочки. Для нашей дочки, да. Для Аланочки. Все ради нее. И так, категория выбрана, и это мультфильм. И теперь только три варианта ответа. У меня ноги подкашиваются. Кеды. Валенки. Тапочки. Кеды. Валенки. Тапочки. Просоквашина. Ваш вопрос. Какую обувь купил Шарик в мультфильме «Зима просоквашина»? Кеды. Кеды. Валенки. Или тапочки. Он говорил, кеды. Помнишь, когда на мультике он сидел, он был в кедах, он говорит, мне даже идти не в чем. И показывал свои кеды. Время пошло. Это не были тапочки. Это не были валенки. Часа. Деды. Я могу остановить таймер? Да, досрочно. Останавливать. Выбирать не из чего у нас относится. Останавливаем таймер. Пачка. Адиль навел на правильный ответ, а Асем сделала эту ставку. Да. Два звена единого решения. Ты принял решение и сделай это своими руками. То есть, в случае чего, будете виноваты оба, да, я так понял? Солидарная ответственность. Ну что ж. Обижаться не на кого. Так, валенки или кеды? Один миллион теньки. Так что, наверное, в кедах я вас поздравляю. Доберите ваши деньги. Один миллион теньки все еще в игре. А у вас три вопроса впереди. Три маленьких шага к победе. Не к той победе, которую вы хотели. Четыре миллиона теньки, но тем не менее. Один миллион теньки это тоже очень хороший результат. Адиль, вы увлекаетесь дайвингом, сколько я знаю. Да. Это рискованное занятие. Рискованное. Где ныряли, какие результаты. Как глубоко? Красное море. Мы опустились до рифа. Сейчас, к сожалению, нырять нельзя. Там плавают акулы-людоеды. Поэтому мы ждем, когда все закончится. Так. Асима, вы разделяете влечение мужа? Ныряетесь с ним вместе? Нет. Дайвинг нет. Для меня это полный экстрим. Я не могу сейчас рисковать. Если вы на берегу как ассоль ждет своего угры. Я плаваю рядом, да. Я вот с дочкой. Сейчас, когда появился ребенок, я уже так не рискую. Мы вновь выбираем категорию. Фильм. Парасоль. Фильм. Как ты думаешь? Я не знаю, что такое парасоль. Я выбираю фильм. Выбираем фильм. Категория фильм. Выбираем фильм, да? Нам стало понятно, что отдельно не знаем, что такое парасоль. Итак, категория фильм. Внимание, три варианта ответа. Саида. Джавдетта. Махмуда. Догадались, в каком фильме идет речь? Ни о чем. Вообще не знаю ни один из этих фильмов. Вопрос. Кого сыграл Спартак Мишулин в фильме «Белое солнце пустыни»? Саида. Джавдетта. Махмуда. Хороший вопрос. Время пошло. Давай подумаем, подожди. Там их было много. Всегда показывали только Гульчатай. Нет, а вот эта вот фраза «Саид поджигает» откуда? Нет, там был другой Саид. Это из-за того же фильма, но это был другой. Джавдет, Махмуд или Саид? Может быть, Махмуд. Джавдет вообще не знаю. Саид или Махмуд. Махмуд, это который вот такой высший был? Нет, он был Саид. Это был Саид. 25 секунд осталось у вас. Сам ставь. Каков ваш выбор? Махмуда. И Джавдет, вот между ними я склоняюсь. Старый, Джавдет. А? Джавдет. Джавдет. Саид. И снова последний момент. Асем принимает опасное, рискованное решение. Ну, Адиль, вы будете ругать свою жену-красавицу, если вдруг проиграете? Нет. Вы ее вообще никогда не ругаете. А ей часто помогает жизнь интуиция? Часто. Точнее, вам, вашей паре, ее интуиция помогает часто? Да. Ну, давайте проверим, поможет ли она вам сейчас. Я не смотрела этот фильм до конца ни разу. Будешь смотреть еще этот фильм тоже до конца. Вы записываете, что вам нужно сделать? Купить киви. После нашей программы. Читать сказку. У нас есть знакомая из семьи Саид. Хороший человек. Махмуда было неправильно. Это не Махмуд. Джавдет или тезка вашего друга Саид. И правильно ли подсказала интуиция Асем? Не был ли этот выбор роковым? Мы узнаем сразу после рекламы. В эфире шоу «40 миллионов тенге». Генеральный спонсор программы «Казкоммерсбанк». У меня в студии пара Асем и Азиль, которые отвечают на вопрос, кого сыграл Спартак Мишулин в фильме «Белое солнце пустыни». Джавдета или Саида? Все свои деньги, а это один миллион тенге, они поставили на Саида. Потому что так зовут их друга. Давайте посмотрим и узнаем правильный ответ. Саид, не подведи нас. Я пытаюсь гипнотизировать. Ой, как утомительно ожидание. Ты же должен знать эти фильмы. Ты же любишь такие фильмы? Ты же классик. Я вас поздравляю. Заберите ваши деньги. Один миллион тенге. Фартак Мишулин сыграл роль Саида в фильме «Белое солнце пустыни». Хороший повод пересмотреть и этот фильм. Итак, друзья, два вопроса впереди. Один миллион тенге. Как оттенниваете ваши шансы дойти до финала нашей программы? Будем стараться. Вы как-то неуверенно говорите, схватившись. У меня все, внутри вот кипяток вообще, я себя вообще не ощущаю. У меня батные ноги, все вот. Вот такая большая гора была денег и все, что осталось, это вот маленькие, вот цена наших знаний. Ну и за него стоит побороться, не так ли? За последний миллион. Да, конечно, обязательно хоть в этом не разочароваться. Иначе я вообще на себя в зеркало смотреть не смогу. А дочке расскажете, когда она вырастет, что вот доченька 40 миллионов было у нас для тебя, а 1 миллион остался. Мы вот этот 1 миллион для нее и оставим. А скажете, 30 миллионов мы с папой прогуляли? Да, мы с папой прогуляли, да. Вопрос в том, что вы скажете вашей дочке, когда выйдете из нашей студии? Доча, вот твой миллион. Ну, об этом узнаем только в конце нашей программы. А теперь седьмой вопрос и вновь выбор категории. Цвет углы. С углами тяжело будет? Не знаю, могут быть разные. Развернутый, прямой, тупой, острый. Эти углы? Может быть цвет. Как думаешь? Давай возьмем цвет. Что значит цвет? Давай цвет возьмем. Давайте цвет. Итак. Цвет возьмем цвет. Цвет возьмем цвет, сказала 7. Категория цвет. И три варианта ответа. Красного. Желтого. Оранжевого. Все цвета из радуги. Это уже радует, не так ли? Вопрос. Какого моря не существует? От обратного. Желтого есть, красного есть, оранжевого нету. Нет оранжевого. Досрочно. Время пошло. Ставим на оранжевого. Какого моря не существует. Желтая есть, красная есть, оранжевая нет. Так вы уверены? Мы уверены, мы готовы остановить. Оранжевое море, оранжевое небо. По-моему, всем еще не уверены до конца. Желтая. Все правильно. Правильный ответ. Да, давайте останавливаем время. Итак, мы останавливаем таймер. Насколько я понимаю, в красном море вы плавали отдельно? Да. До желтого успели добраться? Нет еще, ну, собираемся. Или это в планах? Это в планах. А до оранжевого? В сказках. Я так понимаю, добраться в планах у вас нет. Давайте узнаем, есть ли где-нибудь оранжевое или желтое, а может быть красное море. Точно желтая есть? Точно. А оранжевого точно нет? Точно нет. То, что красное есть, это я знаю. А как ты купался в красном море, если ты красный цвет не любишь? А кто здесь купил, что она красная? Она название имеет красное. Ну да. А желтая точно есть. Я вас поздравляю. Заберите ваши деньги. Один миллион тенге. Действительно, оранжевого моря нет в природе. Пока имеется на наш плане. Вон, где-нибудь там. На марсе. Ну что ж, друзья. Один вопрос впереди. Один миллион тенге. Ровно один маленький шаг. К заветной мечте. Выиграть в нашем шоу. И об этом рассказать с гордостью вашей дочки. Обязательно. И не только дочке. Ну и Саиду, да? Да, 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 да. Перед последним вопросом правила в нашей игре немножко меняются. Вам будет предложено на выбор только два варианта ответа. Соответственно, свой последний один миллион тенге вы сможете положить только на один люк. Асем. Адиль, вы готовы? Мы готовы. Итак, впереди финальный вопрос нашей программы. Нужно собраться. Выбираем категорию. Прозвище. Шляпы. Ты в шляпах сильна? А шляпы, что значит шляпы? Шляпы... Шляпы – это головной убороси. Да, что это значит? Какие могут быть вопросы? Шляпа может быть фетровой, шляпа может быть... Либо взять прозвище. Прозвище может быть чьё-то. Понятно, оно чьё? И что такое прозвище? Что берём? В шляпах у тебя как? Никак. Тогда берём прозвище. Ты знаешь прозвище? Будем сейчас гадать. Мы выбираем прозвище. Итак, категория... Прозвище. И два варианта ответа. Матуака. Рами. Типичные казахские прозвища. Итак. И вопрос. Как звали индейскую принцессу, которой отец дал прозвище Покахонтас? Матуака, Рами. Я тоже мультик. Но Матуака, она как-то больше... Время пошло. А Рами, это больше индийское. Как звали? Апокахонтас? Речь идёт о индейских именах. Понятно. Индейских. Матуака тогда. Индейских. Я не знаю. Матуака или Рами. Индейцы. Скорее всего, Матуака. Она больше похожа на индейское. Ну, там Рами тоже может быть. Рами... Какая-то индусская больше. Рами индейская больше, наверное. А это индейская. Индейцы. Матуака. Матуака. Если наоборот прочитать. Матуака. Там. Нет. Адель, я положила. Я и сладко. Надо будет посмотреть этот момент. Ну, и я вышла. Что ж, вы только что сделали самый главный выбор этой программы. Чем вы руководствовались? Ну, так как это индейское, наверное, как-то больше созвучно, Матуака. У нее такие имена интересные. Много знаете индейское. А Рами, оно больше, да, к индийскому, а не к индийскому, да? Вот это принцесса. Ну, мы мультик еще не смотрели этот мультик. Да, у нас маленькая дочка еще совсем маленькая, поэтому мы еще не смотрели. Рами или Матуака? Правильный ответ мы узнаем после рекламы. В эфире шоу «40 миллионов тенге» генеральный спонсор программы «Казкоммерсбанк». В студии Адиль и Асем, которые смогли дойти до последнего восьмого вопроса, сохранив при этом весомую пачку в один миллион тенге. Их вопрос – как звали индейскую принцессу, которой отец дал прозвище «Пока Хонтас»? Матуака или Рами? Может, потому что она принцесса, ее должны были звать Трайбей? Сейчас узнаем. Как сложно вспомнить то, что ты не знаешь. Я вас поздравляю. Один миллион тенге. Берем точно ваш. Заберите его скорее. «Пока Хонтас» означало «избалованное». И настоящее имя ее было «Матуака». Это означало «белоснежное перышко». Ну что ж, друзья, как вы себя чувствуете? Вы выиграли в нашем шоу. Один миллион тенге теперь по-настоящему ваш. Расскажите всей стране ваши ощущения. У меня мурашки и ноги подкашиваются. А это видно, кстати. Вы все грустнояли и треслись. Асим, а вы? Невозможно. На самом деле, когда мы потеряли большую сумму, у меня оставалось только то, что мы скажем своему собственному ребенку, когда, вот куда вы, вроде бы неглупые родители. Вроде бы неглупые люди. Да, неглупые люди, вроде бы что-то все так и получается. И тут не смогли ответить на такие вопросы, конечно, этот. Поэтому мы уже себя взяли в руки, уже старались его донести. Мы мобилизовались и дошли до финала. Наверное, вот это очень важно. Ощущения непередаваемые. Спасибо большое публике, потому что вот этот заряд, да, вот эти вот аплодисменты, это тот глоток воздуха, который не хватает. Вот это очень важно. За поддержку большое спасибо. Давайте мы тоже поблагодарим нашу публику. Ну что, друзья, я вас благодарю за эту интересную игру. Я вам желаю успехов, удачи вашей маленькой дочке. Расти красивой, здоровой, умной, а самое главное, счастливой, как и ее родители. Спасибо большое. Спасибо большое. Поздравляю вас. А сейчас я приглашаю сюда наших инкассаторов. Теперь они ваши друзья. Они вас сопроводят. Они должны убедиться в том, что вы в ценности и сохранности донесете эти деньги до дома. Я вас поздравляю. Всего доброго. До свидания. До свидания. Несмотря на то, что осевые дети вынесли в нашей студии 1 миллион тенге, деньги в нашем шоу не качаются никогда. Я бы в шоу нашу инкассаторов нести 40 миллионов тенге. Уважаемые зрители, стали известны журналисты СМС-векторины. Имена победителей вы уже можете найти в интернете на сайте 40millionshow.kz. Наш эфир пошел к концу, но вы можете продолжить игру. Для этого отправьте СМС-сообщение с текстом «Старт 2» на номер 8030 и играйте в течение всей следующей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!